В общем, ребята, это главный такой, может быть, переход как раз из темы индивидуального опыта. В общем, прежде чем я начну читать, пару слов по поводу этого текста. Я его написала достаточно давно, 2 года назад. И почему вообще пришла такая идея? Когда я ходила на курсы французского языка, и, как вы знаете, когда ходишь на всякие там курсы языковые, вся лектика, она разбита на темы. И вот тогда была тема, посвященная отношениям, встречаниям, свитам, народам и все такое. И, в общем, там, когда я была еще молодая и зеленая, я узнала, что происходит в нашей главе с точки зрения химии, когда, ну, происходит что-то такое неожиданное, и вы вдруг чувствуете влечение какому-то человеку, и что такое вообще происходит, я этого не хотела. Ну, так вот. Там, в общем, происходит, особенно не углубляясь в возможности выделения нейротрансмитров, но адреналина, и дофамина, и все такое. И, в общем, как раз и меняется алхимия вокруг, и ты такой ходишь, в обычный трансмитровый, как там это обычно. Вот. И тогда был еще такой текст, что вот это вот самое состояние химическое, оно очень сходно с тем, что, ну, знаете, понюшка кокаина, в общем. И когда вас внезапно бросают, вот, когда он весь такой влюбленный, то что происходит? А примерно происходит как раз то, что происходит с человеком, который внезапно бросает свою наркоту. Ну, вот. И еще, примерно то же самое, опять же, то же самое химическое состояние, свойственно для тех людей, которые находятся в религиозном экстазе, в какой-то, ну, в общем, очень скрайный опыт. Ну, знаете всем, например, эту скульптуру Бернини, экстазию Терезы, ну вот, вот, в общем, примерно это одно и то же. Тогда и возникла идея написать десктывание, а потом, ну, уход пришли, там, месяц и так далее, и периодически перечит. И оно как-то по-разному всегда коррелирует свою жизнь вот с разными сторон. Ну, вот. В общем, это, наверное, все, что я хотела сказать. Можно начинать. А мы будем еще. Я вдыхаю мельчайший пыль, быстро отдыхаю, то самое, что получают из мертвых созвездий, когда я помешаю спокрыть его свадьбу дорог, что хотели пройти мы и быстро устали. Я вдыхаю мельчайший пыль, я быстро отдыхаю прямо с ребер твоих, а из них старый Бог выявляется объект все новых и их меж собой сочетает. Я какого-то не умею, однако я знаю племесть раздавленных звезд, когда их в крови растворяют. Я вдыхаю скомки их пыли, быстро вдыхаю и быстро и вверхи самолетов со взлетного трапа. На грани крыла повезет и на краю всех стекол авто и на рейсах, огнявших планету, с частицами света за ее слов скорость взлетаю. Вдыхаю мельчайший пыль, сверх быстро вдыхая, покидаю поверхность земли и летаю в общий замысел. Возг, что всех управляет и вертит всем миром, недвижим сам оставается, подобным объекту, что движет влюбленное. Я вдыхаю вкуснейшую пыль, я быстро вдыхаю, ибо при обману маскирую и спускаюсь под черный россыпь нейронов. Но эти планы здесь бросаются, и ток не синяя сквозь воды. Искрящийся серотонин до памяти и дняющий летевый созвездия внутри безлишних тел и пусто и страшных. Убитые они безвозмездно. Я выдыхаю остатки той пыли, быстро вдыхаю, посмешно, и в мозгу всеобъятно в пространствах кромешных ищу тех маршрутов, светящихся связь, патернов, что для первых творений не были так характерны. Я вдыхаю величайшую пыль, ее быстро вдыхаю и отчаянно смело в разрушенных сводах петляю, чиняю электричество, но в центре я не достигаю нужда. Используя только то, оставшись на губле, и никогда не могу я к тебе. АПЛОДИСМЕНТЫ Вообще, я напишу стихи достаточно давно, но недавно я поняла, что это нужно делать вместе со звуками, и вот я начинаю экспериментировать с разного рода сэмплами, звуками и так далее. Поэтому, если вам вдруг интересно, что я делаю, вы можете подписаться на мой паблик. Он называется «Анамнез манимонии». Спасибо.